Бесплатный пропуск в мир культуры. Год назад в России появилась Пушкинская карта, государственный финансово-образовательный проект, цель которого дать возможность школьникам и студентам посещать учреждения культуры на выделяемые из бюджета деньги. Уникальная программа, участвовать в которой могут молодые люди от 14 до 22 лет. Выражаясь молодежным языком, государство кидает на карту 5000 рублей в год и ходи сколько хочешь в музеи, театры, галереи, на выставки и даже в кино. С большим удовольствием пользуются Пушкинской картой студенты Щелковского колледжа. Тем более, что местные учреждения культуры тоже участвуют в программе. На днях Щелковский историко-художественный музей пригласил ребят на две экскурсии. Одна по разделу постоянной экспозиции «Крестьяне первой ткачи Щелковского промышленного края» о формировании Щелкова как одного из центров текстильной промышленности. Другая, подействующая сейчас в музее выставки «Его Величество фарфор». На ней представлены авторские работы супругов художников Обрубовых. Молодежь заинтересовали увлекательным рассказом сотрудники музея Светлана Борозина и Ирина Богданова. Пришли на экскурсию «Его Величество фарфор» по Пушкинской карте. Это карта от государства, по которой ты можешь прийти на какие-нибудь экскурсии или сходить в кино не за свои деньги, а за счет нашего государства. На экскурсиях в Москву мы часто ездим по Пушкинской карте. Очень люблю в кино по Пушкинской карте сходить. И вот уже второй раз пришла в Щелковский музей. Первый раз мы приходили на выставку картин. Сейчас на «Его Величество фарфор». По Пушкинской карте ходила в кино, в усадьбу Кускова, в усадьбу Гребнева и картинная галерея Глебова. Такая вот полезная вещь – Пушкинская карта, придуманная для просвещения и оккультуривания молодежи. Студенты Щелковского колледжа почитали афишу в музее и записались еще и на мастер-классы. Субтитры создавал DimaTorzok